Дурбогул Хэнку! Спасибо, Катерина, что приглашает меня. Это приятно быть здесь. И спасибо всем, что вы здесь, чтобы слушать. Это очень хорошая аудитория. Это приятно. Катерина, спасибо, что представила меня. Всем доброе утро. Очень приятно здесь находиться. Очень приятно видеть всю эту аудиторию. Хотя немножко страшно, что вас так много. Я пришел из Португалии. Мы ведем платформу европейской для изображающих артистов и изображающих творчества. И работаем также с изображающими. Итак, основная идея – это привести новое кровь в систему. Я из Португалии. Я представляю европейскую платформу, которая объединяет начинающих фотографов и начинающих художников, кроме этого мы также объединяем и выставочные площадки. И наша цель – это добавить новую кровь в старую систему. Мы думаем, что в нашей организации, и мы идем за несколько культурных мест, что иногда их название повторяются и повторяются. И мы всегда всегда имеем те же артисты и художники, которые работают на те же субъекты. И мы думаем, что есть много новых артистов и художников, которые работают, которые делают прекрасный работ. И они не имеют места и возможности, чтобы приехать в артисты и в маркет. Поэтому мы создали этот предложение. В нашей организации мы сталкиваемся с тем, что у нас ограниченное количество культурных мероприятий, в которых принимают участие ограниченное количество художников. Мы постоянно слышим одни и те же имена одних и тех же художников, которые, в принципе, работают на одни и те же темы. И таким образом мы создали эту платформу для того, чтобы у новых художников была возможность быть представленным в новых выставочных пространствах. Итак, название «Параллель», чтобы создать параллельный способ для работать. И это платформа европейская фото-базда. Мы работаем в мульти-дисциплинарных местах, но основанных на фотографии. И это европейская и открыт для того, чтобы улучшить. Наше название это «Параллель», то есть мы подразумеваем, что мы прокладываем параллельный путь. Наша платформа является всеевропейской. Мы сосредоточились на фотографии, хотя, в принципе, приветствуем мульти-дисциплинарные виды искусства. И несмотря на то, что мы именно европейская организация, мы открыты для всего мира. Мы работаем в этих трех основных местах, с новыми артистами, новыми созданиями. И мы привезли их к экспертам, музеям, фестивалям, галериям. Мы работаем в трех основных направлениях. Мы объединяем художников и кураторов, а также выступочные пространства, такие как музеи, фестивали, галереи для того, чтобы обновить старую систему. Это основной вектор нашей работы, начинающие художники, начинающие кураторы. Мы пытаемся познакомить с музеями и фестивалями, объединить их вместе, чтобы они работали вместе. Таким образом, обновить подход музея и фестивалей к приглашению новых художников и кураторов. Таким образом, для того, чтобы сделать это, мы создаваем методологию, для того, чтобы объяснить, каким образом мы работаем, мы создали методологию, по которой мы работали в первый год. Вы видите, здесь два отдельных направления, они написаны белым. Это первое, художественное руководство, а второе, выставочное пространство. Это наша сеть, в которой мы работали в первый год, это был предыдущий год. В следующем году, который будет третьим годом нашей работы, мы добавим сюда Украину и Грузию, таким образом расширяем нашу первоначальную сеть. Мы работаем, это платформу, поэтому мы работаем с большими партнерами, и они были основаны этой платформой. Мы созданы этой платформой, мы находимся культурной ассоциации, и мы имеем разные партнеры из этой платформы. В первом году, мы имеем 18 партнеров из 16 стран, и мы продолжаем увеличивать процесс. Это фестивали, галерии, музеи, различные размеры и различные подходы культурной платформе. Как платформу, вы сотрудничаете с огромным количеством партнеров. Здесь вы видите наших первоначальных партнеров, основателей нашей платформы, на данный момент их существует 18 из 16 стран, но мы продолжаем расти и наращивать наше сотрудничество через фестивали, музеи, выставки, галереи и так далее. Мы идем из Латвии, Франции, Гамбург, Денемарк, Финиш, Личуанск, Маримург, и так далее. Мы представлены практически во всей Европе, в таких странах как Латвия, Франция, Германия, Дания, Финляндия и так далее. Полиция. 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 Итак, это то, что мы сделали во время первого года до сегодняшнего года. Мы начали в Лисбонии в 2017 году, где мы сделали представление фотографии. Что мы на данный момент сделали, видно на этих фотографиях, это результаты работы нашего первого года. Мы начали свою работу в 2017 году в Лиссабоне и на фотографии, видите, литовского фотографа на выставке мы начинали новых талантов фотографии. Здесь представлены Гристоф, это куратор, ну, в целом на фотографии есть различный куратор и художник, а также фотограф. Это talks. У нас происходят круглые столы. И мы переходим к очень важному аспекту нашей работы, это обучение. У нас есть преподаватели, которые работают с молодыми художниками для того, чтобы они придумали новый проект, который затем будет завершён в сотрудничестве с преподавателями. И мы всегда работаем с артистами и творчеством вместе. И артистами показывают, что они будут делать к творчеству, чтобы творчество могут подумать о том, что они будут показывать. Что мы делаем? Мы проводим встречи между художниками и кураторами. Таким образом, художники рассказывают, что они будут делать. Кураторы уже присматриваются к тому, что они смогут выставлять. И таким образом, это процесс подбора куратора и художника. После этого процесса, которые получают в университет, то есть они получают в университет и в университет. Их творчество и творчество, они создавали новый образование. И мы пришли к моменту, очень важному моменту, что это кураторство. Первое кураторство было в Каунах, в Литвуане, с минус 15. И после вот этого проведения первоначального обучения, дальше художник вместе с куратором занимаются уже индивидуально, в том числе и через онлайн-встречи. Таким образом, они готовят свои проекты, и после этого у нас происходит встреча куратора. Вот первая встреча происходила в Каунах, и, как вы видите, в очень холодное время года, тогда было в минус 15. И здесь художники демонстрируют свои работы. Гинтерас, один из наших участников, мы работаем на платформе с людьми, которых мы знаем. это гинтерас, один из наших участников, который выступает здесь, предлагает какие-то свои идеи. И здесь кураторы обсуждают о том, каким образом они будут проводить выставки. И мы переходим к следующему этапу, непосредственно выставка. В Будапеште, в Капа-центре. В Будапеште, в Капа-центре. В Забита-джиансе. Это не перспектива между ними. Большой человек. Это выставка литовского куратора, на которой представлены художники из различных стран, Дания, Германия, Швеция. Здесь мы видим беседу на венгерском. Мы очень внимательно слышим, как вы видите. Это происходит в Англии. Это фотография из Латвии. Фотография из Хорватии. Фотография из Хорватии. Это группа, артист. Фотография из Хорватии. Фотография из Хорватии. Фотография из Хорватии. Фотография из Хорватии. Это международная группа. Куратор, девушка. Она очень молодая. Она из Голландии. Это Мадибор в Словении. Это Мадибор в Словении. Это Мадибор в Словении. Таким образом он делится опытом, рассказывает о своей работе. Это в Ангурге. В Трианале Ангург. В контейнерах. Это выставка в Гамбурге. Это в контейнерах. Это было в Буче. В Польше, где мы познакомились с Катериной. Это происходило в Буче, в Польше. Там, где мы познакомились с Катериной. И снова. Куратор говорит о展示ке. И показывает展示ку. И, например, в Трианале Ангург. Эта работа сделана из нее, Ида. Она из Северной Кореи. Она из Данамарки. Но она живет в Лондоне. Так. Здесь мы видим, кураторы обсуждают работы. Например, эта работа была сделана Ида. Она стоит посередине. Очень интересный момент, что она сама из Южной Кореи. Проживает в Дании. Но не проживает в Лондоне. При этом туда мы приехали из Дании. В общем, такой у нас международный винегрет получается. Это работа из Данамарки. Это работа из Данамарки. Из Мортен Бейкер. Он сделает фотографии от Лондона. С 17 метров. Он сделает фотографии от Ирошима Монаму. Это работа из Мартина Бейкера. Очень большая распечатка фотографий. С 17 метров. Мартин объединил фотографии Луны. С фотографиями Киросима после бомбардировки. Это наше мероприятие в Швеции. Италии. Мы сделаем каталоги для каждого из них. Мы сделаем индивидуальные каталоги для каждого из них. Таким образом, каждый может полистать и посмотреть, что же было представлено на выставке. Это магазин, каталог. Это журнал-каталог, который сделал специальные издания про нашу деятельность. Мы сделаем активность в Арле, чтобы показать артистам. А, Франция. Представляем здесь нашу работу во Франции. Показываем, что мы делаем. И, в конце концов, мы chegаем к моменту, что мы называем «интерсакцион». Это момент, когда мы заканчиваем все артисты, которые представлены в их работе. И, в конце концов, мы заканчиваем новые артисты. И, в конце концов, мы заканчиваем новые артисты. И, в конце концов, мы проводим так называемый «интерсакцион», то есть пересечение, когда встречаются художники, которые уже прошли через нашу платформу, были выставлены. И те художники, которые новые, приходят к нам, таким образом мы собираем вместе до сотни художников из разных стран. Это происходило в Загребе, Хорвати. И, в конце концов, мы начинаем новый цикл. И, в конце концов, мы начинаем новый цикл. И, в конце концов, мы видим, как новые художники представляют свою работу так же само, как это делали другие художники год назад. И на этих презентациях новых работ мы также показываем работы наших старых художников с прошлого года, таким образом смешиванные мероприятия, работы старых и презентации новых. И снова мы проводим сессии с преподавателями, с менторами, где встречаются художники и кураторы, и все начинается по-новому. В данный момент проходит как раз второй цикл. У нас сейчас встречаются художники и кураторы из двадцати двух стран. Большая часть из этих художников и кураторов они из Европы, однако к нам приезжают также из Новой Зеландии, Австралии, Сингапура и США. И снова они представляют, что они будут делать. Снова они представляют, что они будут делать. Что они будут делать. Представляют свои идеи. Кураторы слушают, чтобы слушать, как это работает. Кураторы внимательно слушают и обдумывают. И это это группа. И вот здесь представлена вся группа. И у нас есть поддержка на четыре года по программе Креативная Европа. И сейчас я продемонстрирую работы, которые были произведены в течение первого года работы. Из Ирландии, работа автографа из Ирландии. Из Франции, Жозефина из Франции. Из Кроэтии, фотографа из Торватии. Из Франции, Шарлотта из Франции. Из Латвии, работа матвийского фотографа. Финландия, работа финского фотографа. Финландия, еще одна фотографа из Финляндии. Это работа немецкого фотографа, но он или она проживает в Лондоне. Это работа из Литвы. Это работа фотографа из Литвы. Это из Словении. Жнудыня из Словении. Финляндия из Новой Финляндии. Финляндия из Польши. Финляндия из Польши. Финляндия из Португалии. Финляндия из Польши. Это фотография Луны из Польши. Это из страны. Когда мы закрываем все наши циклы года, мы проводим эту так называемую ревью, где мы показываем все работы шести выставок, которые происходили в течение этого года. На пересечении мы просто показываем работы старых и новых фотографов, здесь же на этом ревью кураторам говорят свою точку зрения по поводу того, что было представлено. И в ревью мы называем жюри, чтобы выбрать более реабиленную эксплуатацию. И эта эксплуатация из 6 или 7, в этом году мы имеем 6, будет показана в большом событии. И на рамках этого ревью мы собираем жюри, которые выбирают наиболее интересные работы из этих 6 или 7 выставок. В данном году у нас было 6 выставок. Те работы, которые будут отобраны тот художник, он будет представлен в рамках уже большого мероприятия. И в этом году он будет представлен в ломбе. Это сейчас мы покажем то, что было в Лиссабоне. Продолжение следует... Продолжение следует... У нас есть три помещения, в которых мы размещаем шесть выставок. Мы приглашаем жюри, но кроме жюри мы также приглашаем всех людей, которые хотят прийти. У нас получается такой небольшой фестиваль, но с некоторой соревновательной составляющей. И это тот момент, когда мы можем посмотреть на разные подходы, которые были применены разными кураторами к разным выставкам. Продолжение следует... 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 В нашей форме мы спрашиваем, откуда нас узнали, зачастую это или из социальных сетей, но вот 80% наибольшее количество людей приходят, когда узнают о тех, которых уже приняли участие. Нам очень приятно, когда видят, что люди приходят через сайт Виктора, на тот сайт, где можно зарегистрироваться. И куратеры тоже похожи. Мы имеем 98 куратеров, поэтому в целом мы имеем около 900 аппликации. И они тоже приходят из параллельных членов, которые показывают, социальные медиа, поэтому они открыты к различным сетям. Всего к нам приходят около 900 заявок. В этом году 98 из них это куратеры. Они также приходят либо через социальные сети, либо узнают от участников предыдущего года. Я думаю, что у нас очень понравилось. Я думаю, что если я получил название, то есть куратеры, которые приходят из Европы. Это… Продолжение следует... Первый вопрос в том, что я услышал имена кураторов, которые вы называли, и такое ощущение, что все европейцы, вы не хотите приглашать, например, из Африки, и с чем это связано, с так много европейцев, с финансированием или с политикой? И второе, вы не называете именам художников, вы все время говорите страны, с чем это связано. Продолжение следует... Очень важно называть имена тех, кто создал эти работы, а не только страны. Продолжение следует... Ну, первое, это европейский проект, так что он создан из Европы. У нас есть 30% из Европы, которые могут выйти из-за Европы. По поводу первого вопроса, дело в том, что мы финансируем с Европой, у нас отведено 30% бюджета на художников и кураторов, которые могут приехать вне Европы, но я хочу вам напомнить, что европейским считается любой человек с любого континента, который проживает в Европе. Продолжение следует... 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 финансируемые ответили достаточно поздно, поэтому просто опросили наших членов, кого они могут нам порекомендовать в среде кураторов и в среде художников. Но даже при таком раскладе у нас был человек из Бразилии, он проживает сейчас в Португалии, также был человек из Южной Кореи, он также проживает в Европе. Во второй год уже мы провели Open Call, у нас уже представлено 22 национальности, да, более частью из Европы, однако есть люди из Новой Зеландии, Сингапура, Австралии, США. Я на самом деле не знаю, почему никто сейчас не подался из Африки или Южной Америки. В третий год у нас уже представлено сейчас 84 национальности. Производство национальности, это невозможно для меня назвать каждое название. И если мы остаемся здесь, место, 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 название и процесс, мы будем заниматься часом, поговорим о каждом из них. Конечно, конечно, это проекте, это для артистов, и для творителей. Они являются главными целью проекта, и они являются главными, которые используются проектом. Но если я стою здесь, поговорим о названиях, особенно по-польскому, и по-польскому, которые имеют названия, то, что это очень сложно для меня назвать каждого из них. Так что это невозможно вспомнить и сказать все названия каждого из них. Что касается имен и фамилий, да, мы понимаем, что главной целью нашей платформы является именно желание идеи кураторов и художников, однако если мы будем называть место, откуда они имена и фамилии, это займет нас огромное количество времени, плюс не очень сложно всех запомнить, и очень сложно некоторые фамилии выговорят, например, польские фамилии. Первый вопрос, это на кого вы направлены, нацелены на молодых художников или на начинающих? А мы направлены, в первую очередь, на начинающих, возраст не имеет значения. И второй вопрос, вы назвали членов платформы, а кто это такие? Это партнеры ваших или кто? Так что, партнеры. Так что, партнеры или партнеры это не означает, что это европейское область. Терминология. В платформе есть члены, если вы делаете другой проект, есть члены. Но это не так. Потому что, как член, у вас есть члены и члены вашей платформы. Это вопрос, почему вы спросите о членах? Нет. Вопрос был про то, кто ваши члены, это партнеры или члены вашей платформы. Ответ члены и партнеры – это одно и то же, когда мы говорим именно в рамках платформы. Но если мы будем делать что-либо за рамками платформы, нам придется назвать их не членами, а партнерами. И необходимо ли платить за это членство, нет? Такое нуждание. Мы получаем отчетку из Европы, и мы распространяем его к членам. Так что члены не должны платить. Наоборот, тут нет членских взносов, мы получаем грант от Европейского Союза, который уже в дальнейшем распределяем среди наших членов. Мы им платим за их расходы на выставки и другие мероприятия. Получается, что они от нас получают деньги, они мы от них. И проект – это для институции. Так что платформа построена с другими институциями. Например, один в стране. Так что каждый из них работает с их собственной системой. Здесь у нас есть ИССП. Наш член – это институции либо учреждения. В основном это одна институция, одна учреждения с одной страны, которые объединены теперь вот в сеть, как вы видите здесь на слайде. ИССП из Латвии, Шатуду из Франции, Франции, Франции из Франции, формат из Великобритании и так далее по одному из каждой страны. Я имею в виду вопрос. Как можно стать членом? Как можно подать заявку на членство? Или вы сами решаете это? Что делать, например? Как создать эту институцию? Это интересно? Как создать эту институцию? Как создать эту институцию? Как создать эту институцию? Это очень трудно. И это вопрос- Carr充, это вопрос-кров Ogall. И это вопрос-кроверт. Так так, чтобыahi-новеседに持тись и что-то любезти. И быть именно со своим мнением. Например, мы видим, что это работает или нет, мы ездим к месту, чтобы понимать, как они работают, как они связаны, какие они чувствуются, и это как встать влюбленный процесс. Таким образом, когда мы получаем какую-то информацию, что кто-то хочет стать членом этой сети, мы приезжаем, смотрим, как они работают, какое их отношение к работе, что они чувствуют, и в целом, это больше похоже на отношения в рамках любви. А как происходит отбор работ? По какому принципу вы отбираете работу участников? Я просто выбираю, я выбираю группу, потому что мы в ассоциации, поэтому я директор, но вместе со мной, в моем группе, в прокуратуре, я выбираю работы от артистов и курателей, в моем личном качестве. Я вижу работы, которые они предложены, и мы получаем, и мы получаем, и мы получаем, и мы пригласим... The jury is always composed by us as leaders, two members from the platform, and we change every time, each time we have a different member that participates in different moments, and two external jurys, and two people from outside that we know from the suggestions from the members. So we always have this independent approach, and also the internal approach. And then we put all together and we select it in the normal process, but it's based on our, to take part, it's based on the jury dynamic, keeping the gender balance. In first of all, it's our work with the team. I am the director of the team, and we all decide on our own personal purpose, who we choose, who we choose, who we choose, who we choose. In this jury, as I mentioned before, we have a team as a team, as a team as a team, also in this jury входят two representatives of the partners, each year these two partners will change, and also in the jury входят two внешних участников. Таким образом, мы стараемся сохранять независимость в принятии решений, сохранять баланс. And also the geographic, we cannot have a lot from one country, we have to share it. Ну и также вопрос географии, чтобы у нас не было перевесок в сторону какой-либо из стран, мы стараемся распределить по странам примерно равномерно. Могли бы вы немножечко рассказать о процессе кураторства в целом и в вашем конкретном случае? Это не очень, очень сложный. So, the artists present in slideshow or analog what they have produced with the help of the tutors, what are their final works. So, we have here the open call and the actors and the curators are selected. Then, they show their work and so we know what they are doing, what kind of work they are doing. And here the artists, with the help of tutors, work during 4-5 months to develop a new body of work. And they are independent to do what they want, they just have to negotiate with the tutors. And in parallel, the curators come to the locations, to the exhibitors to see what are the curatorial lines of each one of the exhibitors. So, we have the artist with one work and the curator with designing an exhibition. And here, in the curatorship during 5 days, the artists present their work and the curators also present their proposals of exhibitions based on the work of the artist because they are knowing what is developing and then it works. And we have made two times. In the second time, we have 28 projects and half of them are going to exhibitions, half of them are going to exhibitions, half of them are going to exhibitions. And then, they don't go to exhibitions because they don't fit even if they are fantastic work. They don't fit in the individual exhibitions. They will go to the intersection, so they will be shown here. But it's always tense. And how do you select curators based on what criteria? In the... They write a letter of intent and their CV and what they use, where they use to work, what are their previous concept or work. But it's more difficult. Yeah. Well, it's, of course, it's a bit harder than to pick up artists. The curators write their motivation letter. They also write a resume in which they write where they worked and how they worked. OK. Thank you. Thank you. Thank you. Who matches the curators with the artist? How do you manage them? So you have lots of people, lots of artists applied to your, to your platforms, then you made your selection? Вопрос в том, каким образом вы сопоставляете кураторов и художников. Куратор выбирает художников, либо вы каким-то образом влияете на сопоставление куратора и художника, которые будут в дальнейшем работать вместе? Вопрос в том, что вы имеете в виду на сопоставление куратору и художникам? Нет, нет. Это встреча лично или онлайн? Это встреча лично. Мы работаем, мы должны коммунициировать. Мы должны сделать связь. Вы должны пить вместе, танцевать вместе, и сделать отношения и понимать работа каждого. Таким образом, в интернете, это около 6-7 дней, где артисты и творчества имеют время для того, чтобы понимать работа, для того, чтобы пить, играть, для чего-то, и быть вместе, чтобы понимать, и чувствовать, и создать и создать отношения, потому что, в конце, это все про отношения, с которыми вы понимаете или нет, в этом уровне. Ну, это все вопрос коммуникации, вопрос взаимоотношений, поэтому, конечно же, должны лично встречи. Мы пьем вместе, танцуем вместе, строим отношения друг с другом. Например, вот этот этап Intersection, который этап перекрещивания, когда там встречаются разные художники, он длится в течение 6-7 дней, там встречаются все вместе, снова-таки проводят вместе время, пьют, играют, в общем, пытаются прочувствовать друг друга и работать друг с другом. So, they... Do you work with the same artist for several years, or only one year? What are the moments? Well, first, this is the moment where everybody is together and they are showing what they have worked, and so we have a lot of time to understand how each one works, and she is showing her work for all the artists and all the colleagues, so it's... it's a process. First, it's important to don't have only a slideshow, have a proper exhibition, so it's still there, and they sit, so they have time to feel, and to understand, and to think, and come back, and create a relation. And about the... Yes, what is it? So, we work... Well, each cycle spend around 14 months, and we continue to work with the artists in the next steps. For example, now, some of the artists of the first cycle, they collaborate in the creatorship, some others go to Slovenia, they make a masterclass as invited for the masterclass, so they are already in another set. And, so we keep the relation in a different level, of course. Well, after this work, we support the relationship on different levels. In general, the work takes about 14 months. For example, those who finished the first cycle, they either fall into the stage of the curator, or they fall into the masterclass, or they lead themselves, or they teach themselves to be ready to be ready to the next stage. But now, for example, the artists from... we have different relations. The artist from Ireland, he started masterclass MA in the Aalto University, at least one of our partners. One, that is, one from Latvia, Tom, he lived, he was a witness and he quit. Now, he's going to make theatre. The, the ones from, the curator from the second, the Spanish curator, John, he, he was invited to go to photography gallery in London, that is her tour, so it's moving and they are really entering the different system. Someone go quickly, some other will not do it, but it's, it's a process. It's a constant process. for example, a photographer from Ireland, he, 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 from Latvia, he, 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 Таким образом, все наши участники постепенно дальше интегрируются в другие системы.